Студент группы AIS-182 Суршиков. Хочу защитить, записать видео работы приложения, вернее, программной реализации расчетно-графической работы. Я для себя тему выбрал. Это игровая консоль, то есть небольшая такая игра, которая будет устанавливаться на... Работа программы будет... Сама программа будет загружаться в Артуина, и игра будет отображаться на дисплее и управляться с помощью кнопок. Немного о самой программе. Здесь пришлось как бы немного заморочиться и написать несколько таких, скажем, классов, которые будут отвечать за определенную... Выполнять определенные действия. В первую очередь нам надо подключить вот такую библиотеку E8G2 Lib. Это для работы со специальным дисплеем. Это примерно вот такой вот дисплей. Здесь сам экран и несколько кнопок. Это одна кнопка, это регулирование яркости и сам потенциометр вместе с кнопкой. Прежде чем начать работу, нам необходимо проинициализировать эту библиотеку, вызвав вот такой вот... Вот этого класса... Создать объект этого класса, и у нас, получается, пройдет инициализация. Вот эти вот все переменные мы вынесли в отдельный файлик, в котором прописали вот все эти порты, необходимые для подключения этого дисплея. Теперь, здесь как бы структура такая сложная. Суть в том, у нас есть вот структуры, которые отвечают за определенные объекты. Это у нас либо структура самого игрока, вот если ниже сейчас идти. Вот они. Это, скажем так, я их назвал битмап. Это вот пиксели, которые надо отобразить, чтобы отрисовать какую-то картинку. Это у нас игрок, это у нас игрок 2, игрок 3. Это разные вариации космического корабля, который у нас будет лететь. Это у нас разные вариации, скажем так, врагов, которые нам необходимо уничтожить. Это взрыв наш. Дальше у нас идут инициализации. Мы объявляем, скажем так, предобъявляем наши методы, какие будут. Это у нас огонь, проинициализировать карсину, срендерить новую, мусор, это когда игрок попал, когда игрок не попал. Вот здесь установка игрока и так далее. Это у нас написаны вспомогательные методы, вот в общем идут. Далее самое интересное, это у нас идет, здесь вот есть методы, которые высчитывают положение по x, по y различных объектов, которые мы передаем вот в стандартный объект, указательный этот объект, потом смотрим и располагаем его, считаем его x и y. Здесь по сути все то же самое, это все, каждый метод отвечает либо за преобразование объекта, поскольку у нас они двигаются, либо за скрытие с экрана, либо отрисовку. Теперь, вот здесь это идет метод, который у нас двигает различные объекты, там уничтожают различные объекты. Здесь отрисовывают контуры, в общем, фигуры и так далее. Теперь пройдемся сейчас чуть-чуть ниже. Ну, это опять же у нас метод, который отрисовывают выстрел, отрисовывают, как бы скажем так, пулю нашу. Далее сейчас я хочу показать. Вот, самый основной метод здесь. В этом методе мы, по сути, только инициализируем написанный нами энкодер. Это специальный класс, в котором мы отлавливаем события нажатия на различные кнопки, вот этого вот, либо прокручивания потенциометра, либо нажатия на кнопки на вот эту и на вот эту. Здесь у нас есть, в заголовке мы определили несколько состояний, как бы здесь много лишних, я, ну, вот как-то так. Открытое состояние, это просто у нас стандартное, то есть ничего пользователь не делает. Нажатое, это когда вот пользователь нажал один раз. Хелд, это когда мы держим нажатие кнопки, двойной клик, ну и так далее. Здесь также у нас есть два метода. Да, сервис, это у нас, по сути, как мы стартуем наш, запускаем наш объект, и, ну, с течением времени, в общем, рассчитываем, как, какие кнопки были нажаты. Дальше у нас еще есть, вот, метод getValue, он у нас отдает значение потенциометра. После того, как мы все это проинициализировали, у нас вот, по сути, остается только вот такой вот маленький метод loop, который мы устанавливаем в нашу игру сетап, вот, то есть, как запускаем, и потом мы смотрим, получаем от энкодера нашего value, то есть значение потенциометра, вот, вот этого. Если вы значите потенциометра меньше нуля, то мы не даем ему меньше нуля, потому что здесь, как бы, само значение может быть у нас программно так вот для этого устройства задано, что, по сути, от минус бесконечности до плюс бесконечности, грубо говоря. И мы делаем, вот, это все здесь просто так было прописано. Здесь просто отслеживалось прокручивание, и там на один, скажем так, шаг прокрутили, уменьшилось, на один шаг прокрутили в другую сторону, увеличилось, вот. И здесь мы проверяем, если у нас меньше нуля, то мы оставляем, чтобы значение наше положение объекта было нулевой, если больше 255, то мы оставляем 255, затем задаем Y, и далее считываем значение кнопки, какая кнопка у нас, была ли нажата какая-нибудь кнопка, точнее, не какая-нибудь, а вот эта. Если была нажата, то мы переменной canFire, мы задаем единицу, то есть мы можем стрелять, пользователь стрелял, стрельнул. И вот этот вот метод, он, получается, перемещает наш, нашего игрока по Y, задает ему Y, и вот эту переменную canFire мы передаем, будет ли произведен выстрел. Отрисовываем это все, и затем, вот, как-то так. Теперь покажу, как это все примерно работает. Здесь у нас будет запись, я решил сделать запись, как бы она плохо, но по-трогому я не придумал, как можно лучше сделать. Это у нас сама плата, это у нас дополнительный модуль, который идет. Мы его сюда подключаем, вот, я тут, вот тут. Неудобно было снимать одной рукой и устанавливать другой рукой, вот. Подключаем дополнительную плату, это у нас сам вот экран этот. Мы через, здесь, грубо говоря, подключаем, просто собираем как конструктор. Здесь сейчас немного покрывается. В общем, когда мы собрали, загружаем вот этот вот, всю нашу написанную программу в нашего Артуина, и получаем вот такую работу. Такую работу игры. Вот, это она стартовала. И вот мы крутим это потенциометр наш. У нас перемещается по игрику наш игрок. Нажимаем на кнопку, оно стреляет. Вот. Попадаем, оно уничтожается. Такая вот небольшая анимация. Вот, и вот, примерно такой у нас, вот так работает наша, написанная нами игра. Сейчас мы несколько раз режемся, и вот, игра окончена. Показывает количество очей. Всё. Так, на этом всё. Всё. Продолжение следует...